Что такое ESET Secure Identification? Это средство двухфакторной аудентификации, которое обеспечивает безопасный доступ к важной информации или конфиденциальной информации вашей компании. Решение позволяет за 10 минут защитить подключение, конечно же, что снижает риск утечки данных, обусловленный выбором ненадежных паролей. Преимуществом данного продукта первое является надежное и простое средство двухфакторной аудентификации. Второе. При каждом подключении формируется дополнительный временный пароль для предотвращения утечки конфиденциальных данных. Третье. Это полностью программный продукт. Нет необходимости в управлении аппаратными устройствами. Четвертое. Это никаких дополнительных затрат. Продукт легко интегрируется в существующую инфраструктуру. Пятое. Идеальное решение для удаленных сотрудников. Шестое. Это мультиплатформенное решение на базе мобильных, конечно же, устройств. И последнее. Это безопасный доступ к ресурсам системы 1С. Данный продукт подразумевает двухуровневую защиту. То есть, на первом уровне вы вводите свой логин и пароль для авторизации. На втором подтверждаете вход с помощью кода, который отправляется вам в виде смс-сообщения или письмом на электронную почту или в мобильном каком-то приложении. Итак, давайте, конечно, непосредственно перейдем на официальный сайт данного производителя программного продукта. Это iset.not.32.ru Iset Security Identification. Что нам предлагает данное программное обеспечение? Это первое. Безопасный доступ. Получается, двуфакторная антификация требует всего лишь два элемента. Это чтобы у вас был постоянный пароль и мобильный телефон. Также поддерживает список исключений. Получается, системный администратор может создавать список исключений в виде IP-адресов и их диапазонов. Надежные пароли, которые формируются, получается, случайно и отправляются вам в смс-сообщения или приложение на мобильном телефоне для доступа к вашей системе или же входа в компьютер. Куда интегрируется данная программа? Интегрируется данная программа для защиты входа в компьютер, защита веб-приложений, защита облачных сервисов, защита VPN и VDI-систем. Дополнительные возможности. Получается, доставка временных паролей, поддержка стандартов FIDA, пакеты API и SDK и пуш-аутентификация. Вы спросите, что такое пуш-аутентификация. Пуш-аутентификация получается, когда вы вводите пароль и логин на своем компьютере и у вас, получается, привязан к этой системе ваш смартфон или мобильный телефон. Получается, вам приходит подтверждение на телефон, то, что кто-то пытается зайти на ваш компьютер. И вы подтверждаете, можно ему войти или же нельзя. Вот это называется пуш-аутентификация. Итак, давайте дальше. Опустимся ниже и рассмотрим системные требования. Естественно, операционные системы это Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019. Клиенты могут быть от Windows 7 до Windows 10. Мобильный OS это iOS 9 и выше, Android 4.1 и выше, Windows Phone 8.1 и выше. Поддерживает веб-приложение Outlook Web Access, Microsoft Dynamics, Microsoft SharePoint, веб-доступ к удаленному рабочему столу Microsoft, веб-доступ к службам терминалов Microsoft, удаленный веб-доступ к Microsoft, здесь есть, где скачать. Также вы спросите, где можно оформить лицензию официальную, купить ее. Конечно же, есть специальный раздел, называется, где купить. Купить можно в интернет-магазине, можно купить у партнера. Выбирайте свою страну, выбирайте свой город, выбирайте категорию и оформляйте все данное дело. Потому что после установки, естественно, вам нужно будет активировать данный продукт, чтобы он работал на полную мощь. Так, как видим, здесь можно скачать всю документацию, саму программу. Также инструкция по интеграции данного программного приложения в ADNS. Она легко интегрируется туда. Здесь есть все инструкции, которые помогут вам все корректно настроить. Конечно же, давайте попробуем, скачаем данное приложение и примерно установим на компьютеры, чтобы примерно показать вам, как это все работает и рассказать по некоторым пунктам. Я нажимаю скачать, скачиваем, у меня уже, в принципе, это все скачано. И дальше мы непосредственно перейдем к установке и рассмотрим данный продукт, как он устанавливается, какие есть некоторые нюансы и все остальное. Итак, давайте переходим к следующему пункту, к установке. Итак, установка сервера аутентификации. Запускаем файл от имени администратора, естественно. Чтобы начать установку сервера аутентификации, на компьютере должна быть установлена служба клиента NetFramework в версии 4.5. И если ее нет, то, конечно же, она будет установлена автоматически. Как видим, программа предлагает нам, естественно, принять лицензионное соглашение. Мы, конечно же, выбираем принять и нажимаем кнопочку «Далее». Так, здесь у нас два типа установки. Первое – это Active Directory Integration. Получается интеграция со службой каталогов Active Directory. Развертывание проходит для пользователей, которые управляют сетью доменов Windows. Они не ограничены таким типом защиты, как 2FA, двухфакторная аутентификация, а компьютеры принадлежат только домену Windows. Следующий тип – это Standalone. Получается, это отдельный сервер. Подходит для клиентов, которые не используют домен Windows. Они могут приглашать компьютеры из своей локальной сети и других сетей. Мы выбираем отдельный сервер, конечно же, и нажимаем кнопочку «Далее». После этого программа проводит дополнительные проверки, чтобы убедиться, что домен или среда для установки подходит. И пока эти все условия не будут выполнены, далее не перейдете. Так, здесь нам нужно, конечно же, будет выбрать первое – это сервер аутентификации. После этого, конечно же, нажимаем кнопочку «Далее». Переходим на следующий пункт. И в следующем пункте, конечно же, здесь, как видим, у нас есть, показывает порт. Здесь, получается, нам нужно проверить, какой порт у нас, получается, доступен. Может это будет 8000, 8001. Давайте введем порт. Давайте сюда поставим, например, порт 8000. Так, нажимаем теперь кнопочку «Далее», получается. Переходим к следующему пункту. И, как видим, здесь в следующем пункте нам нужно придумать пользователя и, конечно же, пароль для пользователя. После этого нажимаем кнопочку «Далее», конечно же, у нас система все проверит. И после этого выполняем все остальные шаги, следуя подсказкам установщика. Как видим, программа начала установку. Ждем некоторое время, пока у нас программа завершит до установки. Как видим, веб-консоль уже у нас появилась на рабочем столе. И вот последние шаги завершения. Нажимаем «Закрыть программу». Естественно, она у нас уже установилась. Давайте запустим веб-консоль. Запускаем ее. Как видим, возникла проблема с сертификатом безопасности. Нажимаем «Продолжить открытие этого веб-сайта». Здесь нам нужно выбрать ошибку сертификата. Выбираем. Нажимаем «Установить сертификат». Выбираем на локальном компьютере, получается. Здесь нам нужно обзор. Выбираем. Поместить все сертификаты в указанное хранилище. Показать физические хранилища. Выбираем «Ок». Сюда добавляем. Нажимаем кнопочку «Далее». И, естественно, выбираем кнопочку «Готово». После этого импорт успешно завершен. Нажимаем кнопочку «Ок». И после этого нам нужно, конечно же, будет перезагрузить компьютер. Выбираем перезагрузку. Но мы сейчас этого делать не будем. Я примерно покажу, как это будет выглядеть дальше. Чтобы попасть в веб-консоль, естественно, нам нужно ввести логин и пароль, тот, который мы придумали, когда создавали сервер аутентификации. Вводим эти данные. Нажимаем «Подключиться». В первом меню мы увидим, что у нас система не активирована. Естественно, систему нужно активировать, ввести лицензию, чтобы все у нас работало корректно. Можно перейти в «Настройки». Там есть три разных варианта активации лицензии. Переходим в «Лицензия». Здесь есть «Бизнес аккаунт». Есть «Простой ключ». И есть «Оффлайн версия» для активации. Также мы можем посмотреть пользователей, которые подключены. Можем создать приглашение, создать токены. Давайте создадим приглашение для локальной станции. Выбираем «Invites». Первое, конечно же, вводим название. Вводим ограничение по времени. Сколько будет действительно данное приложение. Например, один год. Вводим, например, аккаунт. И создали. Теперь открываем его и смотрим. Здесь у нас есть код. Сертификат есть. Есть, получается, сервер, куда подключаться. Это может быть как по IP-адресу, по названию и по MAC-адресу. После этого нам нужно данное приглашение передать на тот компьютер, где мы будем, например, подключать какую-то другую локальную станцию. Вот мы перенесли, естественно, Invite приглашение на другую локальную станцию. Запускаем установочный файлик. И ждем, пока программа распакуется. После распаковки, естественно, мы выбираем согласиться с лицензией. Подтверждаем. Выбираем отдельный сервер, естественно. Нажимаем кнопочку «Далее». Как видим, все условия у нас выполнены для корректной установки. Здесь нам нужно, естественно, выбрать. Получается, нам убираем здесь галочку, ставим «Windows логин». Получается, мы выбираем двухфакторную аутентификацию для входа в Windows. Как видим, у нас есть приглашение. Теперь мы копируем код и вносим сюда данный код. Вставляем. После этого нам нужно скопировать, естественно, сертификат. Копируем. Вставляем. После этого нам нужно внести, естественно, сервер. Сервер бывает, как видите, здесь трех типов. По IP-адресу. По имени. И по MAC-адресу. Можно ввести любое значение, которое у вас есть. Например, это можно по IP-адресу. Давайте внесем по IP-адресу. Копируем IP-адрес. Вставляем в сервер. И нажимаем кнопочку «Next». После этого выполните остальные подсказки установщика. И установка будет успешно завершена. Также хотел бы еще отметить, что если при установке программного обеспечения ESET Security Artification что-то у вас не так получается, и вы не можете установить, то на официальном сайте есть инструкции по установке данного программного обеспечения. Переходите. Ссылочка будет в описании. Смотрите и устанавливайте. Естественно, после того, как вы все корректно установите, и у вас будет работать двухфакторная аутентификация, то, естественно, при входе в вашу систему будет это выглядеть примерно так. Смотрите. Я на этом буду прощаясь с вами. Всего хорошего. С вами был канал Дневник системного администратора. Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok